Уважаемые гости, добрый день. Очень приятно тут стоять перед такой интересной аудиторией. И сегодня я расскажу о нескольких интересных, на мой взгляд, решениях, которые позволят вам выполнять какие-то этапы, процедуры быстрее, эффективнее, проще, что тоже очень важно. И эти решения касаются той системы, той технологии, которую вы используете, но если не больше всего, то, по крайней мере, она находится в топе самых используемых вам технологий в процессе процедуры, как и для любого хирурга. Это электрохирургия, электрохирургическая технология, электрохирургические генераторы. Но начать я хочу с одного вопроса. Как вы думаете, что можно успеть за одну секунду? В общем, много это мало. Одна секунда. Раз и все. Ну, логичный ответ, наверное, зависит от того, о чем речь, о ком речь, что мы имеем в виду. Например, гепард за секунду может разогнаться до 40 км в час. Представьте себе. Зависть для любого владельца суперкара. Калибри, например, за секунду делает более 100 взмахов своими крылышками. Но мы с вами не гепарды, не калибри, мы люди. Представьте, что можем мы сделать за одну секунду. Мы можем чихнуть, например. И это если исключить еще период подготовки к этому процессу. Мы можем моргнуть несколько раз или подмигнуть кому-то за секунду. Мы можем щелкнуть пальцами. Но на самом деле не густо. Но представьте, что если за одну секунду вы могли бы во время операции подойти, вернее, измерить, определить тип ткани, на котором вы работаете, подойти к аппарату, электрохирургическому блоку, скорректировать настройки мощности и параметры в соответствии с теми характеристиками ткани, на которых вы работаете, вернуться обратно к своему пациенту и активировать режим. Все это за секунду. Десять раз в секунду. Сто раз в секунду. Тысяча раз в секунду. Интересно, но на самом деле непонятно вообще, зачем это надо. Что подумаешь, для чего это вообще? Но здесь нам надо погрузиться немного в физику. Несложную, простую, поэтому не думайте, что это будет скучно. Просто физику режима электрохирургии, процесса электрохирургического коагуляции и диссекции. Как это работает? Дело в том, что тот эффект, который вы получаете на тканях, он напрямую зависит от двух параметров. Это мощность, которая установлена в вашем аппарате, и сопротивление ткани, на которую вы применяете эту мощность, этот инструмент. И отношение очень простое. Выше сопротивление ткани, выше нужна мощность для достижения эффекта. Ниже сопротивление ткани, ниже нужна мощность для достижения эффекта. Все просто. Но не просто то, что даже на одном сантиметре ткани сопротивление может быть очень разным. У вас могут быть какие-то кусочки жировой ткани с очень высоким сопротивлением и мелкие сосуды с очень низким сопротивлением. Как быть в этой ситуации? Есть решение на самом деле. Мы просто ставим мощность побольше на максимум и работаем. И у нас везде есть ярко выраженный коагуляционный эффект вне зависимости от сопротивления тканей. И мы вроде как должны быть счастливы. Но на самом деле нет. Потому что чем выше мощность, тем выше и целый ряд негативных эффектов, связанных с любой электрохирургической технологией. Для вас это нагарный электрод, это излишнее дымообразование, что особенно влияет на ход процедуры в каких-то узких, труднодоступных местах. Для пациента это влияет на послеоперационный период и на косметический эффект, что особенно важно, учитывая направление сегодняшних операций, которые транслировались в этом зале. Поэтому сделать мощность повыше – это, в общем, наверное, не вариант и не выход. Остается подстраивать параметры. И здесь как раз нас может выручить какая-то система или технология, которая вот все эти этапы, о которых я говорил раньше, делает за вас. Подходит к аппарату, корректирует настройки и дает вам ровно те характеристики, ту мощность, которая вам нужна для достижения эффекта. Как это работает? Еще немножко физики. Дело в том, что тот эффект, который вы имеете на тканях, получается тогда, когда ток из аппарата проходит через ручку, через электрод и идет дальше в тело пациента. И вот в месте концентрации тока на кончике электрода вы получаете эффект резания или коагуляции. Но если сопротивление высокое, то электроны просто отскакивают от клеток, то есть как мячик в стенку запусти, он отлетит, не проходят дальше. Нет эффекта. Или вообще нет, или вы просто получаете эффект гораздо меньший и слабый по сравнению с тем, что вы ожидаете. И вот первый компонент такой системы – это непрерывный контроль вот таких вот отскоков электронов, если можно так выразиться, то есть той части тока, которая не проходит дальше, которая не может вызвать эффект. И если система фиксирует такую ситуацию, она плавно повышает характеристики тока. Но здесь очень важный момент. Вот как раз благодаря огромному количеству измерений, это 430 тысяч в секунду, вдумайтесь просто в эту цифру, эта система может абсолютно точно и оптимально подстроить, дать ровно столько мощности, сколько нужно для достижения эффекта. Без лишней энергии, без лишней мощности, без лишнего тока, который может вызвать травматизацию окружающих тканях, что особенно важно при деликатных процедурах. То есть вы получаете ровно столько энергии, сколько вам нужно, вы получаете абсолютно гладкие движения электрода, никаких проблем с коагуляцией, но без лишних негативных эффектов на тканях, связанных с повреждением каких-то подлежащих структур. Другой вопрос, который у меня есть к вам. Какая кнопка, синяя или желтая? Какая вам больше нравится? Ну, большинство из вас, наверное, сейчас думают, ну вообще, а в чем вопрос-то? Нам же нужна коагуляция, да? Мы останавливаем кровь, соответственно, нам нужна синяя кнопка, потому что это коагуляция, а на желтой кнопке, в общем, ну что, мы можем разрезать, и потом нам надо точно прижигать какие-то участки кровотечения. И это так, но не совсем, потому что в своей процедуре все-таки вы выполняете диссекцию, да? Вы движетесь электронно, вам надо разделять ткани с коагуляцией. И получается, что нажимая на синюю кнопку, вы имеете очень хороший гемостаз, но электрод не движется так плавно. Это связано с тем, что в режиме коагуляции на самом деле энергия подается только 6% от времени. То есть режим циклический, и паузы чередуются с активацией энергии. И вот паузы эти занимают 96%, представьте себе, 94%. И 6% это только подача энергии. То есть у вас в основном электрод бездействует. Это делается для того, чтобы клетки остывали, не взрывались, а как бы высушивались, и у вас получался вот этот эффект гемостаза, да, коагуляции. Но на практике, если говорить о диссекции, то это, конечно, мешает гладкому скольжению электрода, электрод может застревать, где-то может эффект быть не таким, как мы ожидаем. И опять же нам иногда приходится ставить более высокую мощность, чтобы этих эффектов избежать. Нарезаний такого нет, но нарезаний нет и достаточной коагуляции, поэтому этот режим тоже используется не очень часто. Но нам нужно что-то выбрать, да, чем можно пожертвовать. На самом деле хорошая новость, что жертвовать ничем не надо, потому что сейчас существуют специальные режимы, которые комбинируют резание и коагуляция. И на примере режима V от слова Valilab, я думаю, всем известен этот бренд, я расскажу о том, как это работает. Подача энергии в этом режиме занимает 25% времени, а не 6%. И этого достаточно для того, чтобы электрод шел плавно, гладко, практически как в режиме резания. То есть вы не чувствуете никаких эффектов негативных, связанных с торможением электрода, что свойственно коагуляции. Вы просто работаете вот как пером, как вы можете работать резанием, как вы можете работать ручкой пишущей. Но в то же время вы получаете абсолютно достаточный уровень коагуляции без излишнего нагара, без излишней карбонизации ткани. Ровно то, что вам нужно. Такие режимы разрабатывались специально для того, чтобы хирург 90-95% всех своих манипуляций выполнял им. И практика показывает, что так и есть. Потому что это очень удобно. У вас все есть в одном режиме. Не надо думать, что использовать сейчас. Не надо бороться с точными кровотечениями или застреванием электрода. Просто работайте, концентрируйтесь на операции. И вот эти две характеристики, две решения, о которых я рассказал, они очень хорошо работают с теми тканями, где есть мелкие сосуды, где сосуды спокойно коагулируются монополяром или биполяром. Но что делать, если у нас сосуд крупный? Если сосуд мы не можем закоагулировать с помощью монополярных технологий. Что нам делать? На самом деле есть решение, проверенное временем. Мы можем наложить лигатуру. И это, наверное, один из наиболее распространенных способов. И проверенный, и надежный. Но, тем не менее, с рядом недостатков. Потому что это дополнительное время, это определенные навыки, это иногда расфокусировка на основном ходе операции, фокусировка на конкретном этапе, на конкретной лигатуре. Особенно если лигатуру надо наложить в каком-то труднодоступном месте, в узком месте, например, при подмышечной лимфодисекции, где-то очень неудобно, и торчат куча зажимов из раны, и мешает нам фокусироваться в основной операции. Поэтому здесь нам помогло бы что-то другое. Что если бы гемостаз для крупного сосуда, гемостаз по качеству, сравнимый с лигированием нитками или крепированием, мы бы могли достичь за ту же самую пресловутую одну секунду, о которой я говорил в начале. Представьте себе нитку, наложите лигатуру за одну секунду. В любом месте, из любого доступа, еще и сразу совместив это с рассечением ткани. Я думаю, что многие из вас догадались, что я говорю о легендарной, на самом деле, системе Легошу, системе электролигирования сосудов, которая появилась уже довольно давно и перевернула мир электрохирургии, потому что та надежность эффекта, те результаты, которые получает, которые дает эта система, это эталон в мире электролигирования. Это то, к чему стремятся, наверное, очень многие специалисты, потому что это возможность сделать операцию быстро, бескровно, и возможность фокусировать все свое внимание на каких-то более важных этапах, на выборе слоя, на выборе какого-то конкретного следующего шага, меньше времени уделяя гемостазу, хотя это один из ключевых моментов операции. Но почему я, на основании чего я могу говорить о том, что эта технология сопоставима с механическими способами легирования? Дело в том, что любое электролигирование складывается из двух компонентов. Это первый компонент, это адекватное сдавление тканей. И здесь в системе Легашу это, во-первых, работа инструментов, безусловно. То есть это, во-первых, оптимальное и равномерное сдавление на всем протяжении браншей, и, во-вторых, специальные керамические ограничители, которые не позволяют браншам закрыться полностью. То есть сосуд не может быть раздавлен, что часто очень является как раз причиной несостоятельного гемостаза. Может являться причиной несостоятельного гемостаза. Здесь всегда остается некий зазор, достаточно для того, чтобы клетки сохранялись живы, сосуд не раздавливался, но вы получали эффект легирования. Второй компонент – это адекватная подача энергии. И под словом адекватная, наверное, я в первую очередь имею адаптивная, потому что в меняющейся, стремительно меняющейся, потому что за одну секунду должен пройти процесс денатурации белка и образование пломбы. И сопротивление ткани меняется очень стремительно. И вот как раз вот та технология, о которой я говорил ранее, которая контролирует, подстраивает систему 430 тысяч раз в секунду, еще раз вдумайтесь в эту цифру, она позволяет доставлять абсолютно оптимальное количество энергии для того, чтобы достигать надежной коллагеновой пломбы, по сути, еще одной стенки сосудов, которая герметизирует просвет. И этой пломбы с давлением на разрыв, стремящимся к 1000 мм ртутного столба. То есть это давление, которое, даже половина от этого давления недостижимо у здорового человека, невозможно просто. Вот эти компоненты позволяют называть на самом деле систему Легашу аналогом механических способов легирования. И это то, что позволяет хирургу, использующему эту систему, спать спокойно. Но вот мы поговорили о нескольких технологиях разных, они разные, они для разных этапов, они предлагают разные преимущества, но представьте, что эти технологии все были бы в одном блоке, в одной системе. Всегда под рукой. Вне зависимости от ваших предпочтений, вы всегда можете выбрать то, чем вы хотите работать сегодня, сейчас, на данном конкретном этапе. Я говорю о новой системе, это абсолютно инновационный продукт, который называется Valelab FT10, который объединяет в себе все разработки, все достижения компаний за очень большой срок. Вы любите монополяр, вы любите биполяр, вы любите их чередовать, вы любите подбирать режим под каждый конкретный случай, под каждый конкретный этап. Вам иногда нужно электролегирование, это не важно, вы все имеете в одной системе. При этом уровень деликатности, аккуратности, бережности к тканям пациента здесь возведен просто в эталон. Он высочайший, потому что нет лишней энергии, нет недостаточной энергии, ее ровно столько, сколько нужно. И при этом всем эта система абсолютно проста, интуитивно понятна в управлении. И сейчас я хочу показать небольшое видео, которое как раз показывает подход у нас к разработке каких-либо новых продуктов. Только там должен быть звук, который был... Энергетических устройств, для хирургии. Мы работаем, чтобы удовлетворить потребности хирургов, снизить частоту осложнений и самое главное улучшить результаты лечения для пациентов. Вместе с вами мы думаем о будущем, задавая вопрос «А что если?» Что если бы мы смогли снизить общие расходы на лечение, сократив продолжительность госпитализации и количество осложнений? А что если бы мы объединили различные функции в одно решение, которое позволит хирургам эффективно использовать время, добавит уверенности в ходе операции и будет удобным и эргономичным в ограниченном пространстве операционной? Мы спрашиваем «А что если?» и непрерывно работаем над воплощением идеи в жизнь. В настоящее время уже разработана широкая линейка энергетических приборов, необходимых для проведения различных операций и процедур. А что если бы мы создали более компактный, простой и умный генератор, обладающий ускоренным процессом легирования при сохранении высочайшей надежности? Теперь это стало реальностью. Энергетическая платформа Валилаб FT10 открывает новые возможности энергетических устройств для хирургии, буквально расширяя горизонты реальности. Вчера, сегодня или завтра мы разделяем точку зрения наших клиентов в отношении приоритета безопасности, эффективности и доступности энергетических устройств для малоинвазивных хирургических вмешательств. При этом мы никогда не забываем главную цель нашей работы. Облегчить боль пациентов, восстановить здоровье, продлить жизнь. Коллеги, ну вы слышали фразу более 40 лет, но на самом деле в этом году бренду Валилаб, компанию Валилаб исполняется 50 лет. Это юбилей, день рождения и это 50 лет безусловного лидерства в мире электрохирургии и 50 лет постоянных инноваций, постоянных каких-то новых решений, новых разработок, которые впоследствии, между прочим, становятся уже такими вещами довольно обыденными и используя продукты того или иного производителя, вы иногда даже не знаете, что та технология, которая вам помогает сегодня каждый день, она была разработана компанией Валилаб. И вот все эти инновации, все эти разработки, они как раз и воплотили в себя аппарат в Т-10, которые являются просто кульминацией всего того опыта и той обратной связи, что очень важно от специалистов, от сотен хирургов, которые мы получаем, потому что система может быть самой идеальной, вообще замечательной, но без рук профессионального хирурга смысла в ней нет. Поэтому давайте вместе работать на благо пациентов и работать легче, быстрее и эффективнее. Большое спасибо за внимание и я приглашаю вас также посетить наш стенд, где вы сможете проверить мои слова и убедиться воочию в эффективности тех или иных наших решений. Спасибо. Не уходите, пожалуйста. Вопрос можете задавать, да? Да, конечно. Простите. Поскольку у нас в Маммологии 90% выполняется за счет электроножа, я от его качественной работы, наверное, поэтому я большой поклонник Вайлабовских ножей. В принципе, совмещение тех функций, про которые говорили, они же были на Форст Риаде или Гошубе с электроножем. Вот то, что Вайлаб FT10 это просто новая генерация Вайлабов или в принципе это другой электронож? Нет, это в принципе новая генерация Вайлабов, но он настолько изденнее Форст Риадов, Форст Риадов, да, но это настолько существенный шаг вперед в технологиях. В системе контроля, да, то есть Вайлаб делал оценку там 3000 раз в секунду, здесь это уже сотни тысяч. И это как бы только цифры, но на практике за ними стоит точность определения той энергии, которая должна подаваться. Да, если мы говорим о в целом о системе, то, например, тоже заваривание сосудов, электролигирование, на Вайлабе на Триаде это было 2-4 секунды. То есть увеличилась скорость? Увеличилась скорость, да, то есть на этом аппарате это вот 1 секунду, да, на каких-то крупных структурах это может быть больше, но на мелких структурах это реально 1 секунда, то есть раз, и вы заварили сосуд, практически как перевязали нитками. Поэтому я бы сказал, что это плавное развитие технологий, но такое резко плавное, да, то есть это те же технологии, но осуществившие существенный прорыв вперед, существенный шаг вперед. Просто я считаю, у Форстриада до сих пор нормальных конкурентов нет, поэтому вот относительно уже Форстриада, я понимаю, что вы конкурируете сами с собой, но тем не менее, вот новая генерация, слава богу, мне довелось поработать в Москве, спасибо большое, так сказать, доктору Вишневску, который предоставил эту возможность. То есть основная, так сказать, опция нового генерации авто-10 это скорость? Это скорость и это точность доставки энергии, потому что вот тот процесс определения количества нужной энергии, его еще больше улучшили. То есть лишней энергии практически сейчас нет. Это значит, что нет никаких негативных эффектов дополнительных, которые в электрохирургии все равно, естественно, присущи. Это первый вопрос. И второй вопрос. По поводу плазмоблэйзи, правильно я насказал? Да. А вот почему-то вы не сказали, вот в этой линейке эволюционной вот этих электронажей не было. Я помню, в марте в Барселоне Метроник тоже был генеральным спонсором, и этот нож стоял, я спрашивал, есть у нас в России он или нет, почему нам не дают его попробовать. Немножко не можете рассказать по поводу вот этой генерации? По поводу плазмоблэйзи, я думаю, у нас сейчас будет второй доклад, и мы сможем осветить технологию. Это другая, довольно узкоспециализированная технология, которая имеет, безусловно, свои плюсы. Я не фокусировался на ней во время этого презентации, потому что она была посвящена больше бренду Valelab и решениям системы Valelab. А плазмоблэйд – это не Valelab? Плазмоблэйд – это технология Метроника, и сейчас мы все часть Метроника, и технология является тоже нашей, но это не была не разработка компании бренда Valelab. А здесь я хотел больше внимания уделить именно тем и гендерным вещам. Я понял, просто чисто для себя, поскольку я люблю все девайсы, и для меня просто интересно, упираться на плазмоблэйд или нет. Что я выигрываю, например, если я форстрят меняю, скажем, на плазмоблэйд, мне имеет смысл это делать или не имеет? Просто как практику, как хирур. Вы знаете, менять, я думаю, смысла нет, потому что форстрят все-таки гораздо больше всего предлагает, чем плазмоблэйд. Но попробовать плазмоблэйд и сравнить для себя, и понять, где вы можете что использовать, я думаю, безусловно, стоит. Вы дадите попробовать? Абсолютно. Спасибо. Спасибо.